И всем привет, ребят! С вами Мстер Банкель. Сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня я нахожусь на специальном аккаунте. Это значит, что сегодня у нас будет какой-то определенный тест какого-то секретного вооружения или устройства, которого у меня нет на основном аккаунте. Да, это все именно так. Сегодня мы будем тестировать нового Твинца. Но новым он, конечно, уже стал и появился где-то так недели две назад, может больше. Но, в общем и целом, это очень интересное устройство на Твинц, которое каждым своим критическим выстрелом отключает расходку с противника. И мне лично очень сильно хотелось бы посмотреть, насколько оно будет эффективно и насколько жестко или не жестко оно будет нагибать в матчмейкинге. Если сейчас будет какой-то отличный, бомбический результат, на что я надеюсь, то моя просьба к вам, кто имеет этот Твинц, присмотритесь к нему получше. Покатайте на нем, ну и понагибайте. Что касаемо корпуса, я вот думаю, что мне лучше взять. Летающие корпуса я не хочу убрать, дабы у нас было больше акцентировано внимание исключительно на пушке. Поэтому давайте, наверное, я возьму Хантера, возьму Хантера, возьму по иммунитетам от Эмми, наверное, на корпус и возьму дрончик Лавкач. Есть у меня Лавкач? Да. Вот такую вот торпедочку мы возьмем и будем стараться сейчас играть непосредственно на уничтожение противника. Запикаемся давайте в ЦП, хотя в ЦП, не знаю, зачем мне Лавкач, может быть, мы его сейчас по ходу боя, если что, поменяем. Ну и будем смотреть, как работает этот Твинц. Я из всех новых Твинцов, которые были, обозревал лишь только одно устройство, это устройство с заморозкой. Тогда оно было такое 50 на 50. Дальше вышел у нас Твинц на поджог. И вот сейчас у нас есть Твинц с Эмми эффектом. На основном аккаунте у меня, соответственно, его, конечно же, нету. О, и как интересно, нас запикивает на карту, которая... Ух ты, нифига себе, быстро как улетает. У него расходочка сразу, Критосик. Интересно, на сколько секунд только у него расходка уезжает. Вроде говорили мне ребята, что на 3 секунды. 3 секунды. Ну, сейчас будем смотреть. Против иммунитетов как раз-таки АТ-Ми нету. Будем сейчас пытаться выпушивать вражеский спаун и накидывать урончик. Дальность у Твинца вроде как неплохая. Крит довольно частый, залетает. Ну и... О, нулевой урон. Насколько часто? Ну часто, часто, реально часто криты залетают. Это очень хорошо, что так часто криты. И можно постоянно противника оставлять без расходочки. Бомба, что? Интересно. Интересно смотрится. Пока что. Ну и... Понятное дело, что если, например, сравнить эти... 3 Твинца между собой. Да? С заморозкой, с поджогом и с отключением расходки. Понятное дело, что отключение расходки будет... Ну и должно себя показывать интересно. Дальность, кстати, шариков... Ну, относительно неплохая. Мне казалось, что на том устройстве, которое с эффектом заморозки, шары летели не так далеко. Там было ощущение, что ты как будто на тяжелых вот этих вот больших шариках играешь. А здесь вроде как дальность неплохая присутствует. Видите, на средней дистанции накидываю очень даже бодренько. О, молодой человек со мной здоровается. Напишу ему тоже. Ку. Так, у нас противник пытается законтролировать респаун. Нормально. Быстрая расходочка у него уехала. С его суперконтролем. Ну и давайте попробуем сейчас овердрайв, наверное, здесь прожать. Вот такой вот пойдет. Да, еще и сплэш урон хороший у этого Твинца. Мне нравится. Я вам скажу, что мне нравится. Мне нравится, что делает этот Твинц. У нас противник забрал все точки. Думаю, что это не беда. Сейчас мы их обратно вернем. И постараемся, конечно же, выиграть этот бой. Видите, вот если, например, на каком-нибудь... На какой-нибудь там Тесле, на Гауссе есть специальный какой-то эффект. Ну, по типу, например, сводки у Гауса, либо у Твинца... Ой, Твинца, я говорю. Либо у Теслы это, например, шарик надо выпустить, чтобы расходка уехала. То здесь просто обычный критованный шарик залетает Твинца. Да, то есть ты просто бьешь оппонента. И сразу у него улетает расходка. Я считаю, что вот это очень может быть хорошая вещь. В том смысле, что частота нанесения критических уронов здесь значительно больше. И, соответственно, частота уноса расходки и реализации вашего дополнительного эффекта на пушке будет значительно-значительно лучше. 13 на 4 мы ведем. Но против паладина, конечно, ничего не сделаю. Но сейчас надеюсь, что у него эффект спадет. Эффект спадет. Ну, должен уже спадать, по идее. Очень долго работает этот паладинчик. Да, давайте сейчас его быстренько заколбасим. Сплэш урон есть, интересно, надо будет сейчас посмотреть. Как всегда по старой схеме. Но, скорее всего, есть. Скорее всего, я думаю, что есть. Ну, по очкам вы видите, да? Моих тиммейтов сколько примерно очков, сколько у меня. Ну, не сказать, что у меня, конечно, много, прям очень. Да, здесь больше акцент идет непосредственно на... Точках. Да, не на каких-то киллах. Я особо не сказал бы, что я пушу респ. А вот это, конечно, не честная вещь. Это очередной момент, связанный с нулевым уроном. Да, то есть вот сейчас бы нулевого урона бы не было такого долгого. То я должен был застопить этого молодого человека. По итогу застопил он меня. И где справедливость? В том, что я нажал правильней, правильней и быстрее и грамотней овердрайв. А справедливости нет, потому что есть нулевой урон. Ну ладно, сегодня не об этом. Сегодня не будем об этом говорить. Я могу ругаться очень много. По поводу этого нулевого урона. Ну, блин, как жестко криты залетают. Мне нравится. Офигеть. Просто так бах, и у типа расходка уехала. Да, единственное, конечно, что может законтрить, это... Это иммунитетик от Эмми, как всегда. Ну, видите, здесь иммунитетов, например, у противника нету. И у меня... Отлично все работает, господа. Я бы даже сказал не то, что отлично. Великолепно все работает. Великолепно. Еще, еще. Добавочки, 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 добавочки. Хорошо. Супер. Бомбово. Давайте попробуем сейчас вот здесь вот заехать так. Аккуратненько. Одному расходочку убрали. Второго добили. Этому накидали. Сейчас еще у меня овердрайв должен быть. Может быть расходку собью. Блин, не успел сбить. Ну, хорошо. 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 Давайте пробовать. Сейчас тогда вот этих вот молодых. За рубашему. Первому расходку отрубили. Еще видите, в чем прикол. Он не может вообще расходку прожать. То есть я ему сбил расходку. И дальше сразу критами продолжаю ему сбивать этот. Нанося эффект Эмми. Ну, это просто ужас. Это просто ужас. Ужас, господа. И как они что-то хотят сделать против меня. Да, они ничего не могут. Просто это не контрится. Блин, а вот здесь бы, конечно, мне бы пригодился бы. Мой овердрайв. Я поторопился. Его прожатием. Бывают моменты, когда часто крит не вылетает. А бывает, вот видите, два подряд крита, например. Да, то есть. Вот так вот тоже интересно работает эта вся вещь. Два подряд, то. Наоборот, крита долго нету. Но все равно, твинс в этом плане смотрится очень симпатично. Паладинчик с овердрайвом. Ну, вроде как похоже на то, что у нас будет досрочка. Опять в чате ругаются, ребята. Как всегда, ничего не меняется в этой игре. Очередной раз происходит какая-то ругань. Так. Ну, паладин овер пропадет. Шарик вот этот, конечно, был опасный такой. Отличный. И еще давайте накидаем. Хорошо. Мне расходочку дали. О, смотрите, например, под диктатора овердрайвом у меня получается каждый шарик критованный и каждый шарик отключает расходку. То есть, если, например, рядом было бы там 4-5 противников, то я бы всем бы отрубил бы расходку и можно было бы всех быстро слить. Блин, да прикольная тема. Такая интересная. Так, ну, цепашка себя, кстати, показала неплохо. Давайте попробуем тдм-очку пикнуть. Ну, и понятное дело, что этот твинс будет работать на средних и маленьких картах. На больших картах, я думаю, что особого смысла в его использовании нет. Поэтому здесь уже делайте акцент тоже на небольшие карты. Можно, конечно, пробовать на большой карте что-то с ним сделать. Но я думаю, что там будет намного-намного тяжелее. Ну, если, например, сейчас бы кинуло на большую, то мы бы посмотрели. Но нас закидывает на очередную 6 на 6 карту. Против есть пару разных устройств. Я так понимаю, что там есть эмми смока. Вот это вот, наверное, она. И есть еще... Опа, иммунитет. И есть еще пробитие там что-то. Так, ну вот таких пассажиров мне лучше, конечно, не встречать. Ооо, там 3... 4! 4 эмми, серьезно? 4 эмми? Бэм, может... Может нам, короче, взять еще протестировать сразу же одно устройство, другое в битве. Просто против 4 резов. Это вообще габельное. Против 4 эмми. А что я буду делать против 4 эмми? У меня, получается, обычные шарики. Без никакого дополнительного эффекта. Просто шары, которые снимают расходку. Ну ладно, у меня есть, короче, эммейт с пробитием. Может он будет что-то накидывать. Но это, конечно, грустно. Когда такая ситуация. Может, да, может лучше взять сейчас, попробовать тестануть еще одно устройство сразу сверху. Все-таки я все равно не планировал с ним записывать на видос с поджогом. Заодно будет интересно посмотреть, как оно работает. И будет ли оно вообще у нас нагибулить. Я надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Надеюсь, что в нем будет смысл. Ооо, и кстати, смотрите сразу, как шары летят. Здесь шары помедленнее летят. То есть шары здесь не такие жесткие, как на Твинсе Сэмми. Сэмми быстрее летят шарики. Сразу заметно. Офигеть. Сразу видно разницу. Так, ну поджог зато будем сейчас давать. Типам. Посмотрим, насколько жесткий будет поджогик. Оп. Ну не сильный поджог. Не сильный, если честно. Не сильный. Парень настолько сильно испугался, что залез в яму. О, еще из карты вышел. Ну, да. В принципе, я бы на его месте, наверное, тоже ливнул. Ну и спепилятор слабенький. 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 Это слабый Твинс, честно. Если честно вам сказать, то это слабый Твинс. Тот Твинс смотрится куда серьезней. Куда интересней. Это такой слабоватый боец какой-то. Не такой он интересный, если честно. Ну и скорострельность у него меньше. Как-то так. Так себе. Так себе. Вот если сравнивать сразу быстро два устройства, то Эмми смотрелось покруче. Так, ну у нас 12 килов. Я так понимаю, что мы полный бой будем сейчас играть в этом. В этом замечательном родалерте. Я бы хотел, конечно, досрочку бой завершить. Нежели играть фулл катку. Давайте сыграем. Ладно, окей. Сыграем фулл бой. Сыграем. Посмотрим, что получится у нас. Я думаю, что мы сейчас забайтим типов на смену Эмми. То может быть я тогда еще и переодену обратно на другого Твинса. Но пока, конечно, у меня забайтить их не получается особо. Поменять устройство. Поджог. Ну да, видите, не сильный поджог. Там два тика вроде как только. Два тика с поджогом только работают. Два тика с поджогом это довольно-таки мало. Довольно-таки мало. Ну вот если сравнивать, да. У вас есть эффект отключения расходки оппоненту. Либо два тика поджога. Да, за этот же самый крит. И одно дело, что эффект с отключением расходки будет намного выгоднее для вас. И намного эффективнее. Это очевидно. Так, Хантера Шафт. Там есть титан с овердрайвом. Рта, которая пытается меня контрить. Блин. Не успел. Не успел. Там еще один титан-купол прожал. 25% просто схавало впустую. Обидно. Неприятную миночку какую-то поймал. Так, ну мы продолжаем. Наплюхивать. Наплюхивать потихонечку, потихонечку. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Давай, 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 давай. Хорошо, пошла, родная. Есть добавочка. 9 из 9, да, у меня килл. Отношение киллов. Сладенькое такое. Паре-руре. Так, хорошо. Еще одного забрали. Вообще, мне было бы неплохо, наверное, взять иммунитетик другой. Потому что больно жестко меня, мне пробитие наносит вот этот молодой человек. Давайте мы поменяем. Заодно посмотрим, сумеет ли он что-то поменять. Да, и я, короче, друзья, прислушался к вашему мнению, вашему комментарию и просьбе по поводу фулл-экрана. Я же, когда записываю видосы с спецака, я записываю их всегда. Но не на фуллочек. Меня попросили, чтобы я на фулл записывал. Я, конечно же, человек простой. Мне не сложно. Я могу и фулл-экран сделать, дабы было приятнее для вас. Я, конечно, не особо придираюсь к таким вещам, да. То есть, у меня, в принципе, без разницы, там фулл-экран, не фулл-экран. Но если приятней, то я могу и так сделать. В принципе, я на клиенте тоже самое играю без фула. Ну, просто захват на ОБСе работает другим образом. Так, ну, у нас 34 килла за 7 минут. Да, то есть, ну, слабовато, если честно. Слабовато, я бы не сказал, что много киллов. Потихонечку поджигаем здесь оппонентиков. Потихонечку киллы какие-то у нас залетают. Ну, и уже, видите, сколько резистов от Винца противник тоже набрал. Да, помимо того, что у них иммунитеты от Эмми, сколько они еще и резистов сразу начинают одевать. Блин, ну, Хантер, кстати, вот такой комбинацией смотрится интересно, если честно. Довольно интересно смотрится. Так быстро можно бететь, накидывать урончик. Но если бы это было бы, конечно, нос расходочки в очередной раз, повторюсь. То было бы жестко. Было бы жестко. Но так ты просто летишь и сбиваешь. Вернее, не сбиваешь, наносишь поджог по противничку. Так, вулкан с поджогом. Это Анатолия тема, если что. Это дядя Толя на тема. Это тоже нормальный движочек. Так, овердрайв падает. Попробуем его подобрать. Этот замечательный овердрайв. Попробуем сейчас быстренько его реализовать. Вот, например, вот здесь. Хорошо. Топчик грамотный сработал. Так, и теперь двух сразу слили. Пикарно. Забрали пассажирчиков. И еще накидочку хорошую. Давай, 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 давай. Еще и газочку, чтобы по противничку было потяжелее меня поймать. Так, и вот здесь вот такой прыжочек. А, ну и вот. Сплэш-твинс, да, значит. Сплэш. А выглядит устройство, как, знаете, как стабилизированная плазма на Твинсе, которая не наносит сплэш-урон. И сверху просто поджог эффект. Либо тогда хотя бы немножко по-другому нарисовать устройство. А то в моем понимании, когда я вижу такую иконку, мне кажется, что у меня как раз-таки сплэш-урона нет. Ну, ладно. Это уже тоже совсем другая история. Прожимаем аптечечку. Против резистов так, не скажешь, что приятно. Не скажешь, что приятно против резов. Резисты сразу чувствуются. Ну и противник не меняет никакие устройства. Продолжают бойцы играть в 3М. Это, конечно, ну, наверное, не совсем приятно. Наверное, не совсем приятно, когда у тебя против 3М. Когда ты мог бы показать им, что такое кататься без расходки. А они уже знают, что такое кататься без расходки. Поэтому играют с иммунитетом от этого статус-эффекта. Да, ну а этот Твинс, конечно, не особо сильно меня радует. Так, Титана пулик. Титана пулик. Давайте мы ему еще больше поджогу дадим. Там овердрайв, кстати, упал. Можно было бы его подобрать. Давайте сгоняем, подберем. Попутно забрав антера шафта. И, блин, у меня уже 90%, если честно. Надо ли мне он... Давайте лучше тиммейт оставлю. Тиммейт он побольше пригодится, нежели мне. Так, овердрайв он не прожимает. Хорошо. Так, ну давайте мы лучше оставим сейчас овердрайв. Подождем, пока Титан какой-нибудь прожмет купол. Дабы антера овердрайв смотрелся сочнее, интересней, актуальней. Ну и показал себя во всей красе. Поэтому давайте немножечко посейвим свой овердр. Оп, а вот уже и я, похоже, его досейвил до нужного времени. Вот так вот мы едем. Давайте сразу троих постараюсь отключить. Ох, троих отключил. А сам себя слил. Отключить-то отключил троих. Хорошо, что я хотя бы слил себя после того, как этот эффект сработал на хантерово вердрайве. Что если бы я бы отключил бы... Вернее, я прожал бы овер и не отключил бы. Он просто сомничтожился. Это было, конечно, грустно. Это было бы грустно. Но вот такой вот хантеровод из меня. Что я могу поделать? Такой вот я. Хантероводик. Так, 4 минуты до конца осталось у нас. Убердайв все, если на хантере довольно быстро копится. Довольно быстро. Так, ну и попробуем... Попробуем выиграть катку. Попробуем не проиграть. Противник, кстати, играет очень... Очень так интересно. Он играет пассивно в дефе. То есть, соответственно, мы постоянно его выпушиваем. И за счет этого... Им, по идее, киллы должны даваться намного проще за счет нулевого урона. У меня вообще, вон, единица УП даже меньше. 20 на 21 я иду. Это является очень плохим, если честно, результатом. Для таких каток. Но ладно. Так, падает овердрайв. Титан едет забирать. Ой, сейчас сразу же прожмет, да? Я не прожал. У меня 60%. Надо накопить быстренько сейчас овер. Как раз, когда титанчик его... А, он уже его прожал. Что сказать, когда прожмет. Как я его мог. Быстренько. А, не, это другой прожал. То есть, еще этот может прожмет. 70%. А сколько долго мне надо копить его? Интересно мне знать. Ман, кстати, они могут выиграть нас. Они могут нас выиграть. У меня, кстати, резист такой себе. Я магнум постоянно надеваю. Там еще тринцы, смоки. Можно было бы рез поменять. Ну ладно. Даем небольшую фору оппоненту. Даем небольшую фору оппоненту, чтобы у них побольше было шансов. Сейчас эти шансы, они как раз таки реализуют по ощущениям. Уже в плюс один килл идут. Но у меня есть еще и овер в запасе. Ух, какая у нас смока жесткая. Вот это челик, конечно, разваливает на смоке. Это сильный тип. 26 на 9 идет. В отличие от некоторых. В отличие от некоторых, результат у него как раз таки очень даже хороший. Очень хороший результат у этого молодого человека. В отличие от некоторых. Так, но овердрайв будет точно у одного из титанов за 2 минуты. Потому что там прожимало из 3 титанов, прожимало двое. Прожимало двое овер. Да, если прожимало двое, значит... И еще как минимум один, скорее всего, успеет молодой человек накопить себе овердрайв. О, кстати, он его и прожал уже. Вот этот вот титан. Стоит кто-то там в нем? Да, стоит, сейвится. Давайте-ка мы этого пассажирчика обработаем по-быстрому. За его куполочек. Так, и вот этого еще попытаемся... Блин. Так сказать, попытаемся слить, но, к сожалению, не получилось. Так, есть овердрайв сверху на центре. Можно было бы его подобрать, но забирает... Ой, паладин, Крусейдер. Крусейдер, кстати, вот один из немногих, кто очень сильно хочет выиграть эту катку. А я один из тех, кто, скорее всего, эту катку, наоборот, руинит. Немножко. Немножко руинит. Немножко. Ну, потому что я играю против резистов. Не с самым лучшим устройством. Ну, что поделать? Что я поделать могу? Я ничего поделать не могу. Такой вот обзорчик у нас. В минус 2 килла. 40 секунд до конца. Было бы неплохо сейчас как-то выжить мне на вражеском спауне. И дать киллы. Выжить и дать киллы. Желательно, чтобы вот этот вулкан сам себя слил. Если он сам себя сольет. О, хорошо, он сам себя слил. Он минус килл дал своим тиммейтам. Так. Магнум очень грамотно играет. 1 килл. 20 секунд. Вот шафта открылся. Закрылся. Так, мне главное не слиться сейчас. 15 секунд. Ай, тиммейт слился. Видно. Да, даже 2 тиммейта слилась. Ладно, все, я понял. Я думал, что я не сольюсь, а кто-нибудь из моих тиммейтов даст килл. Но, к сожалению, не получилось выиграть. Но зато мы вместе с вами сумели протестировать сразу 2 устройства. И для себя. Я лично сразу могу сказать, что вот это устройство, испепелятор, ну, так же, наверное, как и Криатрон. Они работают примерно одинаково. Только одно дает заморозку, другое поджог. А вот это устройство летит, шарик, летят шарики намного быстрее. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Я не смотрел там никакие цифры. Ну, и, кстати, здесь написано о том, что увеличивает дальность стрельбы заметно. Да, то есть дальность, ну, и скорость, наверное, стрельбы тоже больше. Ну, если эксперты есть, в комментариях напишут по этому поводу. Ну, и я считаю, наверное, что вот это вот устройство сейчас в матчмейкинге является лучшим устройством на Твинс. Да, полноценно оно очень и очень хорошо себя показало. И принцип ее работы очень-очень хороший и бесячий для противника одновременно. Поэтому, если у вас вдруг есть этот Твинс, если вы его выбили с ультраконтейнеров, то мой вам совет, берите его обязательно, катайте на нем и нагибайте. Отключение расходки очень частое. Плюс хорошая дальность, быстрая скорострельность, я считаю, что бомба. Просто бомба. Пишите, что вы думаете по поводу этого Твинса, по поводу обзора в целом. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.